Мы знаем, у вас в чемпионату мира по футболу планируется проект. Что вы думаете о применении технологии SkyWay в этом проекте? Возможно ли теоретически? Теоретически возможно. Единственное, что у нас очень мало времени. Чемпионат уже состоится 15 июня, 18-го года остался, когда работал. Я думаю, что реально поставить на производстве туристов участие в чемпионатах, наверное, в следующем большом объявлении после выхода в нашей стране и в городе. А как вы думаете, за сколько прототип Unibike был построен? Сколько месяцев? С нуля и до вот этой стадии? Я не могу угадать и предсказывать. Я думаю, организаторы выставки скажут сами. Четыре месяца. Четыре месяца. Четыре месяца. Это фантастические сроки. Четыре месяца. Когда Симен спрашивал, мы даже чуть-чуть пришлось, сам сказали, год, потому что он бы просто посчитал, что это было нереально. А действительно, год момента проектирования и изготовления выхода из страны, четыре месяца. Причем это две машины. А сейчас вы подойдете, я вам специально покажу качество, чтобы вы просто оценили. Причем мы уже же встречались на Самарской земле. У нас была делегация, возглавляемая как раз в Киеве. И наш мэр Олег Фоксов заинтересовался предложением данных новых технологий. Мы, конечно, хотели бы успеть это внедрить к 2018 году. Но у нас есть большая транспортная проблема, потому как в районе города Самара нет перехода через реку Волга. Ширина Волги в этом месте достигает двух километров. Как и то, что сегодня нам рассказали на выставке, что не нужны опоры даже. Это такое, что это на 400-800 метров. Поэтому нам это очень интересно, потому что жители города перебираются, осваивают уже правый берег Волги. Там у нас идет строительство, жилищные коттеджи, освоение сельскохоз населения. И за рекой у нас вторая река, скажем, за Самарой, тоже ведется строительство огромного жилищного комплекса на 110 тысяч поселок Южный Город. Поэтому нас тоже интересует такой местовой переход через реку Самара напрямую от железнодорожного обзала, что позволит сократить и время в пути, и комфорт жителей добираться по работе и обратно. Ну вот, смотрите, мы специально сделали такой обзорный сначала, а сейчас давайте пройдем, посмотрим машины, посмотрят, и потом мы с вами еще чуть-чуть как подведение. А друзья, это все, видите, у нас там лайки идут, этот народ смотрит, сразу входит, я вам потом покажу, сколько народу было в прямом эфире. Обычно сразу будет около тысячи человек. Но это публичная компания, мы открытая компания, так сказать, как будто. Друзья, друзья, а можно кому-нибудь из наших ребят отдать? Мы набрали журнал, у нас там, на тему. Мы уже еще покупали материнский вагон, трамвай. Мы там уже встретились у скотовского ребятка. Так, ну что, давайте тогда подходим, вот, давайте я уже. Это, Леша, тогда давайте я Рода Хулка представлю. Рода Хулка, это наш вице-президент компании, это представитель Skyway Австралии, больше министр транспорта Южной Австралии, так вот, не заброшен. Да. Представь тогда, Алексей. Это представитель Skyway Австралии, и подвижной состав слушает ассистемы. Если вы видите, что есть опасность, значит, она переговорит. Здесь есть область, и мы опять не пойдем. Развивение с партнером, это крайне структура, с помощью такой же замечательный чемпионата Южной Австралии. Ассистем-президент, то есть... Что происходит, может, если мы беременна, камеру и переменем. мы приходили, всех составляем с демокридами. Если мы беременна, Продолжение следует... 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 С огромной скучностью людей И при этом еще шум Сегодня метро крайне некомфортная вещь А теперь представляете здесь Вы заходите, вы рельсы не видите Вы видите абсолютно пространство над собой И зеленый пол это просто как С точки зрения уже хорошего такого дизайна Что вы заходите и чувствуете себя абсолютно комфортно Вы видите небо, видите траву Я думаю, что и бесшумное перемещение Что снег? Для колеса? Ничего страшного Теплый пол, он же растает, конечно А вот теперь мы любим задавать вопросы Я вам задаю вопрос Как вы думаете, на перевозке Вот этот Юнибус 14 человек То есть это микроавтобус Он перемещает со скоростью 150 км в час А как вы думаете, какая мощность двигателя у него? Судя по тому, что там вес не очень большая 25 кВт Хотел сказать киловат-двот 25, нет, причем это будет 4 колеса Они еще и распределенные, это не один Сейчас мы покажем мотор-колесо Привод отдельно каждому Отдельно каждому И сейчас мы его покажем Где мы изготовили сами мотор-колесо свое Сами разработали Сами изготовили Это конструкторское бюро Юницкого Которое полностью дает И вот этот концепт Вы представляете, насколько простая система? 4 колеса, аккумулятор и чип управления Сколько он будет стоить, как вы думаете? Можно его с микроавтобусом связывать? Цену сравнивать? С трамваем С трамваем А пропускная способность, как я вам сказал То есть сейчас можно выйти на 50 тысяч в час Можно и увеличить Но вы сами сказали, нам для Самары не надо таких Пока мало таких вообще в стране Места, где нужно Какое количество людей Ну это может быть в метро Из одной станции в другую Там в центре Москвы Так это говорит о том, что сделаем путевую структуру Это просто будет удешевление Нам не надо будет, чтобы они шли через каждые 2 секунды Они будут идти через каждые 2 минуты Или наоборот Еще с запасом Цена проезда Конечно Ну, как вы понимаете Если у нас двигатель в 10 раз меньше потребляет энергию И строительство будет На порядок дешевле Вот сейчас производительность Это соизмеримо с московским метро Московское метро Тендеры открыты И мы все видим 300 миллионов долларов за километр Они сегодня дают Если стоимость проезда Мы сравнивали с челябинским трамваем То есть специально было сравнение 2-5 рублей У нас возможно У нас 2-5 рублей Остальное маржа, прибыль Окупаемость городского электротранспорта Которая находится в каком состоянии В основном Владимир Владимирович Еще раз Вот просто Теперь уже Посмотрите Качество изготовления Просто дизайн Это бук? Да Да То есть То есть Чтобы вы Практически чистые материалы Вот вы теперь Как специалист Вы только что там говорили О закупках трамвая Посмотрите То есть Вот качество Изготовления машины Значок он упал У кого-то от сумки Очень символично значит Вернетесь То есть Вот теперь Вопрос такой Что при строительстве трассы Когда мы понимаем Что трасса будет покрывать Все возможности Она будет давать возможности Одним пролетом Переходить через Волгу Соединять районы И весь вопрос Что надо будет заказать Ну Для начала Там около 50 таких юнибусов Потом может быть Оно перейдет в сотню Вот скажите Это решаемая сегодня задача? А теперь второй вопрос Который я задаю А когда мы по нашим расчетам Это самоокупаемая Самофинансированная трасса И она может вполне Финансироваться частным бизнесом И эксплуатировать Это же абсолютно новое Сегодня никому в голову не приходит Что транспорт может быть Бездотационный И строится за частные деньги И не муниципальный Потому что во всем мире Весь муниципальный транспорт Он весь дотационный Во всем мире Мы не взяли Абсолютно верно И вот сейчас Когда мы Тот концепт Который мы вам говорим Это как мобильная связь Были городские системы А вышли мобильная связь И она стала доходной Это хороший бизнес Вот точно так же Скайвей и Трансфет Это хороший бизнес И вполне Вот то что мы тогда С мэром-то говорили Давайте первый выйдем На государство Частное партнерство Сделаем компанию Которая не будет Не дотационной И мы будем партнеры Вы будете заказывать Вы будете давать землю Разрешение Мы будем привлекать инвесторов Будем строить И эксплуатировать Кому плохо Ну вот видите друзья В прямом эфире Вот вам первый вице-мэр Самары Говорит о том Что друзья Это вполне нормально Это вполне нормально Вот вы видите Реальных уже заказчиков Это же реально Человек который управляет городом В команде управления городом И он задает такие вопросы Вот вам друзья В прямом эфире У нас есть уже принципы Такого государственного партнерства И в этом году С подачи Или с подачи на ММР Он внес новые предложения Что компании Которые инвестируют В развитие Самары Более 100 миллионов рублей Освобождаются от уплаты налога На землю Поэтому это тоже Мы тем самым Привлекаем инвестиции в город Вот Поэтому давайте Идем вместе навстречу другу В прямом эфире Это предложение Которое Доработать соглашение Которое у мэра на подписи Чтобы приехать в Марьину Горку Посмотреть как это работает Подписать соглашение И выйти на конкретный проект Для этого мэр города Самары Олег Борисович Меня сюда и направил Ну вот друзья Я считаю что договорились Договорились О подписании соглашения Это сделано Ну все Друзья Так пойдемте Я вам покажу еще мотор-колесо Ну вот друзья Видите Уже практически Челябинская администрация Практически В прямом В прямом эфире Вот смотрите А вот мотор-колесо То есть Вот это Это изюминка Вообще всей машины Изобретение Но у кого Да? Ну оно Известно Оно сейчас многими Применяется Делается Просто сделать его Настолько компактным И мощным Пока не удавалось никому И вот теперь смотрите Их можно поставить То есть Он Ну где-то по-разному От двух с половиной До двадцати пяти киловатт Может быть То есть Такой мощности не надо Вот сейчас Для вот этого Юнибайка Их четыре Для Юнибуса Их можно ставить Восемь-шестнадцать То есть И самое главное Да-да-да Это все И это очень все просто И представляете Насколько простая машина Вот эта комплектуется Аккумулятор У нас нет двигателя Внутреннего сгорания Нет распредки Нет коробки Экология Так сказать Так Ну что А сам рельс Вот он Вот у нас Вон стоит рельс Вон он его видно Так сказать Это самое Все заложены Провода Да Это струны Это как раз За счет чего Да То есть Это вот И вот это как раз Можно сделать Практически Любим А где лежит Вышит Значит он разгоняется Без затрат энергии И тормозит Без затрат Ему двигатель нужен Только для того Чтобы компенсировать Сопротивление А за счет того Что у него Идеальная Аэродинамика То у нас затраты Минимальные Поэтому Когда он уйдет Вверх Будет ехать Еще Там мощность двигателя Будет еще падать Где-то Действительно Надо крылья Так ну что Я просто Это О Секундочку Это Сейчас я Вице-мэр Закончим Самары Да И мы подойдем Буквально Извиняюсь на секунду Сергей Ты можешь включить Алексей Я в интервью Не Сейчас Я сам Подойду Так ну что Пойдемте Так Предпринес О Так А кстати Можно Можно подключиться Хотите еще раз Послушайте Это Я вас представлю Тогда Алексей Давайте Я вас представлю Чтобы вы вместе были Это первый Вице-мэр Самары Тоже Трамвай Приехал Закупать Так сказать Руслан Гатаров Вице-гумер Надо В Северской Власти Давайте Тогда Мы вместе Как у вас там Реформа идет Скажите Местное самоуправление Идет Мы за вами Пошли И что Тяжело Сейчас Вот выборы Наш выбор Так Ну Растуги Нет В областную В государственную Да Ну и У нас У нас Девять районов Девять бюджетов Уже сделаны Ну вот друзья Видите Тут состыковались Еще Вице-губернатор Челябинской области Поэтому У нас Объединенная Теперь Российская делегация Одного региона У нас много связывает Мы два города Которые Начали сделать Реформу Органов Местного Самого управления Ну вот Отлично Приятного Приятного Пошел Увидимся Мы еще Сколько здесь Ну тогда Сейчас мы Тогда закончим Занимайтесь Коллегами Сейчас Алексей Тогда начнет Органов Ну и знаешь Как я сейчас Залезу Что вообще Органов Что вообще